рада всех приветствовать на канале цветочная палитра с вами я галина сегодня у нас будет небольшой ролик посвященный тому как выглядит мой сад один из уголков моего сада здесь мне находится альпийская горочка и здесь у меня в планах такой небольшой постамент для моих альпийцев которые будут посажены в не совсем обычные емкости я об этом сниму обязательно ролик и все вам покажу а сейчас пока здесь стоят растения которые готовятся на продажу и вот перед вами такой небольшой импровизированный вход состоящего состоит он из двух кашпо здесь посажена серия тайдал тайдал сильвер и тайдал ред велюр растение конечно же сильвер я для себя растила и он достаточно уже большой красивый а вот ред велюр он это из остатков из продаж то что уже как бы осталось то и моё ничего для себя специально кроме вот этого единственного тайдала я не выращивала так здесь немножко еще вам покажу еще особо не заросли петунии но все равно вот здесь у меня композиции композиции я сделаю отдельное видео и уже по готовому как говорится концу да будем с вами делать выводы делать анализ что получилось что не получилось сейчас пока это выглядит так здесь у меня остается свободное место сейчас будут выкапываться уже тюльпаны пришло время начал жухнуть лист теперь уже тюльпаны я никогда не буду сажать вот так в открытый грунт все решила я делать как в контейнерном в контейнерной культуре именно тоже об этом все расскажу ну а мы с вами давайте пройдемся по этой дорожке с этой стороны нас приветствуют маленькие маленькие розочки это веник овертайм здесь у меня злаки и немножко недоделанная композиция здесь у меня были большие валуны красивые стояли но все это за зиму просто превратилась в пух и прах поэтому пришлось валуны убирать и собственно говоря руки не дошли далее мы видим мою альпийскую горочку вот так вот она сейчас выглядит она постоянно находится в цвету они было отдельное видео я рассказывала что люблю чтобы на горочке постоянно был какой-то цвет вот сейчас давайте посмотрим что у нас начинает зацветать это конечно же гвоздика ржавая красавица супер яркий цвет цветет маленькими белыми ромашками вот такая мшанка так потом у нас розовая розовые соцветия армерии даже когда они отцветают вот эти вот шарики мне очень очень нравится так и начинается цветение колокольчиков вот так сейчас уже зацветать начинают молодила сейчас я вам тоже покажу как это все выглядит выглядит а еще цветет у нас вот такая вот скорее всего это лобазник наверное даже не знаю семья выращено растение из семян но оно у меня без бирочки и что это такое я честно сказать не очень поняла в общем по моему это а может не лобазник может что-то другое если кто-то знает напишите пожалуйста в комментарии буду очень очень благодарна здесь разрослась огромным вот таким шаром и желтая любимица так здесь стоит скворечник и пенечек все это уже дело заросло а заросло она вот такой лианой сейчас скажу неправильное название будут люди опять писать исправлять я называю канадопсис это не канадопсис а к коданопсис коданопсис и здесь еще будут видите желтые стрелы уже эримурис прекрасное растение обожаю его значит что срочно надо делать срочно надо делать опорку такую думаю сделать из нескольких деревяшечек или каких-то прутов таких побольше в общем сейчас я вам покажу как у меня сделана жимолость достаточно интересное решение мне пришло в голову и хочу также оформить коданопсис вот так так тут у меня находится абрикоса молоденькая с подвесными кашпо тоже выращенная из семечка у нас получилось вырастить из семечка два растения абрикосы одно получилось корага но это вот мелкая абрикоса а второе прямо шикарная даже вкуснее чем у нас была настоящая крупная абрикоса так спускаемся здесь у нас цветет сейчас пигмей пинстимон очень красивый замечательный вот часть уже даже на семена выходит растение вот допустим посмотрите регерончик уже идет сбор семян сбор семян у нас идет и как всегда в продаже они будут у нас 1 августа не пропустите сейчас все наши растения которые готовятся к продаже они стоят вот здесь вот возле стены забора потому что пока поставить некуда в этом году планировалось делать покажу вам какой питунью красиво в этом году мы планировали делать такие как бы торговые стоечки здесь но цена на строительные материалы возросла так что мы просто пока в ужасе надо еще делать забор и все остальное так что в общем выбираемся вы выходим из положения вот так пока это стоит то что надо в полутень я ставлю буквально к самому забору то что может держать солнышко пока она стоит вот здесь в общем выходим из положения как-нибудь и что-нибудь обязательно покажу вам свои бегонии в следующих роликах но это будет попозже и так возвращаемся к моему уголочку здесь где вы сейчас только что видели вот эти растения для продажи вообще будет красивая лавочка стоять такая с навесом но это все в планах планы планы еще раз планы так переходим на дорожку дорожку в этом году не ремонтировала она как была засыпана корой так и есть ну в общем то и хочу вам показать сейчас дельфиниум гвардиан на нем останавливаться я долго не буду обязательно сделаю ролик о том что у меня получилось но вот сейчас просто посмотрите это чудо из чудес так и конечно же снова переделки меня ждут снова переделки потому что в этом году я столкнулась такой проблемой сейчас вы ее увидите сейчас вы ее посмотрите смотрите здесь посажена моя ива ива древовидная она у меня в форме делаю я ее ну бонсай некоторая некого да и вот видите да такими шарами наверху она оформлена но дело в том что под ней растет еще вот такая пестролистная очень красивая желтая спирея дело в том что в этом году у нас дожди 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 и спирея вышла как говорится из своих берегов она стала намного больше чем я ее себе представляла я думала это такая будет подушечка знаете подбитая то есть ива маленькая маленькая спирея карликовая то есть здесь уголок всего карликова но получилось немножко по-другому вот теперь ломаю голову думаю что надо что не надо что убирать а а так здесь вот как я уже сказала уголок карликов даже дельфиниум вот этот вот дельфиниум гвардиан от pan american seed были семена он тоже является карликовым единственный как бы пока выведенной выведенная серия в районе метра они обещают но у меня он был в открытом грунте посажен скажу где-то метр 10 метр двадцать он вытягивает но опять таки это в зависимости от того насколько жаркая и вот насколько дождливая будет погода здесь у меня буду далее цвести злаки здесь будет тоже очень очень красивый уголочек ну а мы с вами повернемся вот сюда здесь мои любимые слово бузина пугает многих но только не меня посмотрите это бузина аурия посмотрите какая она яркая посмотрите как она красавица желтая великолепная а представьте когда она еще зацветет белыми соцветиями это будет просто праздник на рынке у нас слово бузина вызывает дикий ужас на меня смотрят как на умолешенные говорят вы что бузину продаете чё реально ну да реально вот так вот и себе кстати я тоже покупала вот это вот бузина видите здесь подбито это райгресс бульбоносный он немножко ниже у нас вообще всегда бывает но опять-таки из-за обильных осадков из-за обильных осадков в этом году он немножко подтянулся здесь у меня стоят растения как я уже показывала на продажу здесь часть лилейников часть молодилок ну в общем что-то не проданное из петунии здесь у меня должна быть стена значит начинается кустарник сирень пестролистная дальше вот это сейчас зацвело это белый жасмин махровы ну совсем необычно но как-то вот я не могу ее не вырубить не убрать не хочу в принципе этого делать это просто черная очень крупная черная смородина я не знаю какого какой сорт ну в принципе мне это и не важно очень очень хорошая очень необычная вот такая вот прям крупнющая крупнющая но не селеченская вот мне очень нравится сорт селеченская 2 но это не она не она потому что там не есть здесь у меня конечно же будут везде злаки вы видите злаки эти это просто вообще красота единственный злак который у меня стоит в ограничении то есть закопан вместе с горшком это спортина спортина дамочка такая немножко агрессивная но уже очень очень красивая поэтому ее единственное я оставляю на ограничении здесь тоже у меня очень много в саду райгресса бульбоносного потому что этот злак он да наверное я не буду рассказывать вы просто сами посмотрите вот он он так ну и переходим вот к этой части дальше там показывать особо нечего почему потому что там у меня просто стоят из остатки по питуньям значит вообще все это делалось и убиралось для белого сада но так как мы решили заниматься рассадой дополнительно однолетников нужно было место и теперь скорее всего на этом месте у нас будет либо навес либо поставим туда теплицу но в общем я не знаю пока там ничего не решается хотя честно сказать здесь в этой зоне теплицу я бы совсем не хотела но посмотрим здесь у меня под абрикосы начинаются тоже некоторые посадки я хочу чтобы все значит бузина была вот здесь это пестролистная и вот она то есть друг напротив друга у меня будет бузина хотела изначально сюда сажать гортензию метельчатую и передумала почему потому что надо все таки чтобы не все вот аляписта чтобы все таки бы наблюдалось какой-то какой-то вот динамика да не то что динамика вот какое-то повторение в саду было тогда все это смотрится немножко по-другому так переходим вот сюда здесь у меня в середине посажены колеусы как это будет немножко позже посмотрим здесь лилейники ну а здесь возле стены конечно же мои любимые гортензии нету им сейчас пока место куда их расставлять куда их можно поставить вы посмотрите что за буйство будет в этом году я обязательно сниму о них ролик обязательно вам все все покажу здесь часть гейхер я уже показывала в одном из роликов в общем то здесь стоят растения которые требуют некоторого укрытия от солнца так это что касалось вот этой вот у нас зоны здесь еще тоже все делается 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 это буквально вот так вот вам покажу остатки у меня в основном остались по тайдалам потому что очень рано я их посадила и очень поздно мы с ними вышли на рынок а теперь давайте посмотрим смотрите это с другой стороны вот еще один дельфиниум серии гвардиан от пан американсит вы посмотрите какие цветы гиганты красавцы небесно-голубой цвет небесно-голубой цвет на фоне желтой бузины это просто сказка сюда будут подсажены еще несколько сортов дельфиниума доцветают самые последние ирисы высокие и здесь у меня тоже идет дорожка ну как бы такой вход в следующий участок моего сада доцветает зацветает вот это красавцы в этом году очень красиво цвели ирисы просто замечательно ну и вот такая вот идет здесь полукруглая клумба как я уже говорила райграс бульбоносный у меня везде это видео я буду заканчивать а следующее видео я вам покажу вторую часть его буквально через несколько дней я не прощаю все всех благ всем всего самого-самого доброго доставка я должен вот и вот 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 Продолжение следует...